Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. От штрафов к инвестициям. Санитарно-эпидемиологическую обстановку на Черноморском побережье обсудили в Сочи. Вопрос в скорости. Сборная России по РЭКБИ готовится в Сочи к первому матчу чемпионата Европы. Санитарно-эпидемиологическую обстановку на Черноморском побережье обсудили в Сочи. Совещание провел заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимир Гурба. Основными темами стали вопросы канализования, водоотведения, сбора и утилизации мусора. В совещании также приняли участие представители краевых министерств и ведомств, руководители управлений и департаментов города, а также правоохранительных и надзорных органов. 3,5 тысячи объектов и более 500 нарушений. Таковы итоги мониторинга систем водоотведения и канализации в Сочи в прошлом году. Почти в половине случаев составлены протоколы и выписаны штрафы. Восемь крупных предприятий привлечены к административной ответственности. Восемь штраф выписали. Вроде формально мы отреагировали, но принципиально мы не решили саму задачу. Подвинуть с точки зрения того, чтобы на этот объект вошел в инвестиционную программу, выделились деньги для того, чтобы объект этот усовершенствовать, модернизировать или вообще перестроить. Это совсем другая формула воздействия. Основным методом борьбы с несанкционированными сбросами должны стать не штрафы. Хозяйствующие субъекты должны инвестировать в строительство новых сетей и модернизировать имеющиеся очистные сооружения, подчеркнул Гурба. Важной темой совещания стал и вопрос отведения дождевой воды. В Сочи сегодня всего 250 километров ливневок в муниципальной собственности. Еще 750 километров остаются бесхозными. Половину из них город готов принять на баланс. В Сочи это первый муниципалитет в крае, где реализован и утвержден тариф на водоотведение, который оплачивает, в частности, по имени ретеньки. Прецедент есть. Аналогичная ситуация нужно делать и по всем остальным населенным пунктам, которые будут охвачены системой водоотведения ливнев. Коснулись на совещании проблемы вывоза мусора. Гурба отметил, что в Сочи остро назрел вопрос строительства мусоросортировочного и перерабатывающего заводов. Кстати, на территории бывшего мусорного завода на улице Транспортная через полгода планируют запустить новое оборудование по сортировке отходов и их компостированию. Новое оборудование позволит на 40 процентов сократить объем мусора, а значит уменьшить нагрузку на дороге при его вывозе на полигон в Белореченск. К другим новостям. Одновременно скорбная и знаменательная дата в истории нашей страны. 76 лет прошло со дня полного снятия блокады Ленинграда. 900 дней и ночей город был в окружении врага. Воспоминания чудом выживших в те месяцы жителей невозможно слушать без содрогания. Со свидетелями тех событий встретился Вениамин Кондратьев. Ветераны рассказали губернатору о том, как живут их боевые товарищи на Украине. И как оказалось, все не так хорошо. Почти 900 бесконечно долгих и страшных дней. Миллионы искалеченных судеб и тысячи погибших. За этими скупыми фактами весь ужас войны. Когда Ленинград оккупировали немецкие фашисты, Вере Кулаковой было 12. Через полгода девочка осталась сиротой. Родители погибли во время вомбардировок. О тех трагичных страницах истории сегодня Вера Григорьевна рассказывает молодежи. О том, как ходила с другими детьми по квартирам и проверяла, есть ли кто живой. О том, как давали обеселившим людям поглотку воды. В условиях острой нехватки продуктов ленинградцы выживали кто как может. Пошла на Андреевский рынок ходить собирать. А где собирать? Только на улице там под ногами чего. Ну вот эти очистки после фруктов. Они грязные. Я почищу их грязь. Вот это ногу сейчас поднесу, поплюю их. И остальные. Кто к рту поднесла, поплевает. Раз и съела. Как магнита. Такие встречи – это как краткий урок истории. Кто, как не они, знает всю правду о жизни в кольце врага. Рассказывая о блокадном детстве, многие не могут скрыть эмоции. Вспоминать такое просто невозможно. Без слез и дрожи в руках. Их боль не лечит время. Мама по возвращении готовила тюрьм. Что такое тюрьм? Это хлебушек, размоченный, водичка горячая. Вот это по вечерам. Она когда возвращалась, готовила нам. А на день нам давали по корочке хлеба, когда она уходила на работу. И мы ее сосали. Вот сколько нам хватало этой корочки. Эту дорогу жизни в Ладоге прошла моя мама несколько раз. И я запомнила момент, когда она... Я знаю, что она уехала с детьми. Вернется она или нет. Она пришла ко мне в спальню. И я увидела ее белую голову седую. За вот одну эту поездку она посидела полностью. Страшное было, конечно, время. Я когда смотрю на маленьких детей, у меня внуки, и думаю, какие они счастливые. Что они не видят этого ужаса, этой войны, этой блокады. Эти ужасы войны, не дай бог, чтобы они повторились. И я хочу, чтобы нашим детям, внукам уже, правнукам, никогда в жизни это даже не приснилось во сне. Трагедия Ленинграда общая для всей страны, отметил глава Кубани. Сегодня в регионе проживает 374 блокадника. Важно сделать так, чтобы молодежь из первых уст узнавала, какова цена хлеба того самого блокадного кусочка, который уже стал символом жизни и надежды. Люди прорвали эту блокаду. И наша армия, и жители, жители от самого маленького до самого взрослого, прорвали они эту блокаду ценой собственной жизни. 900 дней и ночей. Задумайтесь, 900 дней и ночей. Мы говорим, что нелюди были фашисты. Значит, эти нелюди отчасти остались. Как можно предать забвению или сказать, что нет, этого не было. Было. Все это было. Каждый из вас говорит, вот настолько, ну, просто душа разрывается. Я видел сюжет, когда хранители семенного фонда пшеница, где хранилась различная ее сорта. Падая в голодный обморок, не съели ни зернышка. Вот что это? Не подвиг. Сравнить не с чем. Падали в обморок голодные, не съели ни зернышка из этого хранилища. Это не придумаешь. Не придумаешь. Это жизнь. Это жизнь маленьких детей. Но жизнь взрослая. С проблемами, которые, наверное, в их возрасте, в вашем возрасте хватило бы на всю взрослую жизнь. А вы хватили это все в детские годы. Они каждый день видели смерть, но все равно продолжали жить. И, кажется, до сих пор ведут бой за правду, которую некоторые пытаются переписать. Свидетелям войны особенно обидны за те циничные фразы, которые нередко попадаются в сети. Поднимают головы те, кто хочет переоценить историю. Однажды в интернете мой сын нашел. Мама, ты посмотри, что пишут. Если бы вы не так хорошо воевали, то мы пили бы сейчас баварское пиво. Нет, не пили бы вы баварское пиво. Вас бы просто не было на этой земле. Вы очень важны для нас, сегодняшних. Очень. Еще раз подчеркиваю. Сегодня многие хотят передернуть историю, перекроить. Просто в наглую ее изменить. Невозможно. Невозможно. И у них это никогда не получится, потому что вы живые свидетели. Вы видели. Вы на себе все это прошли и прочувствовали. Как? Как можно сказать тому, кто был участником, и даже не свидетелем, а участником тех событий, что что-то было не так? Вот тогда вообще у них совести нет. Вообще совести никакой нет. Поэтому вы важны сегодня. Важны для нас всех. Для Краснодарского края и для Великой России. Каждый, каждый на вес золота. Мирная жизнь для их детей и внуков – то, ради чего они не сдавались. И сегодня, несмотря на свой возраст, они готовы, как и в молодости, отстаивать свои убеждения и взгляды. Вы знаете нас поименно. И мы видим, сколько вы делаете для нас. И мы, в общем, хочу сказать, что всяким врагам, которые хотят дискредитировать вашу репутацию, мы, вот я товарищи, да, мы в обиду не дадим. Вы все в строю. А вы, как положено командиру на самой передовой, я рад, что у вас вот такая жизненная позиция, она, наверное, продиктована все-таки на самом деле вот той детской закалкой. Вы живете за тех, кто не выжил. Что такое 75 лет, там, или 76, 77? Что это такое? И 78, и 90 – это тоже ничто. И 100, и век. И нету срока, нету здесь срока давности. То, что пережил народ, друзья, это касается каждой семьи, каждого, каждой, кто здесь сидит, каждой, поверьте. У каждого у нас есть родители, а у наших родителей есть тоже родители. И они все это пережили. Вот такой народ. Не можем, не имеем права его предать. Память о нем. В ходе разговора с губернатором Евгений Ананин, житель блокадного Ленинграда, рассказал о положении своих боевых товарищей в Украине. Сегодня они неоправданно забыты и лишены льгот. Наши предки воевали за одну победу и общую для всех свободу. Но оказалось, что об их подвиге в соседней стране помнить мало кто хочет. Наши друзья на Украине, где я прожил 19 лет и был также в коллективе жителей блокадного Ленинграда, сейчас мне сообщают не по телефону, не по радио, именно из уст в уста, что там сейчас блокадников лишили всех льгот, закрыли все организации, не разрешают собираться. А если кто-то что-то говорит, поезжайте в Ленинград и там будьте с ними. Чем мы можем сейчас помочь? Евгений Николаевич, тяжело слушать. А как это все пережить? И вы абсолютно верно сказали, такие же, как вы. Вместе тогда и с украинским народом, мы вместе, наши предки завоевывали эту победу, а сегодня на Украине никому не нужно слушать правду. Из уст таких же, как вы, детей блокадного Ленинграда, которые на самом деле рассказывают, какая она эта правда. Но тем не менее, все, что мы можем, я с вами согласен, что боль, боль, она у вас сильная, только потому что все равно, вы правильно сказали, у нас и возможность здесь пообщаться, помнить, обмениваться информацией, снять фильмы о каждом из вас и показать жителям нашего края. А у них нет возможности, поэтому через вас я хочу их пригласить на курорты Краснодарского края. Пусть они отдохнут, и здесь у них будет возможность и пообщаться, и это все рассказать. Нам это нужно, жителям Краснодарского края это нужно, и гостям. Пусть доедут, а размещение, проживание мы возьмем на себя. У нас хватит возможности, чтобы на самом деле сказать им спасибо за то, что они пережили, и за то, что они до сих пор в строю. Они и там в строю. Приглашайте, мы с этим совсем российским гостеприимством, кубанским, на самом деле, хлебосольным столом. Ленинград обстреливали днем и ночью. Фашистская артиллерия и авиация без разбора уничтожала и детей, и взрослых, что помогало им выстроить и не дать стереть свой родной город с земли. То, как тысячи людей объединились ради одной цели, поражает. Нечто было в народе, большая семья, дорожили друг другом. Взаимопонимание было, взаимоподдержка сумасшедшая. Ничего не было, а как друг за друга тряслись. Посмотрите, вот посмотрите, поэтому и победили, поэтому и выжили. И вот в чем, наверное, секрет народа. Народом, мы просто народом должны оставаться. Народом, единым народом. В единстве наша сила. Все как один, а один как все. Их подвиг не имеет срока давности. Для молодежи их рассказы – бесценные уроки жизни. В завершении встречи Вениамин Кондратьев вручил ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы. Но, конечно, главная награда для них – память. До Дня Победы меньше трех с половиной месяцев. Этот день все приближали, как могли. И каждый день был шагом к будущей светлой и мирной жизни. Поэтому телекомпания ФКТ запускает телестраничку «Календарь Победы». Каждый день мы будем рассказывать, чем отмечена эта дата в истории Великой Отечественной. В этот день погибла Роза Шанина – одна из первых девушек-снайперов, удостойных Ордена Славы Третьей и Второй степени. Награждена она и медалью «За отвагу». После начала войны Шанина оставила педагогический техникум в Архангельске, закончила с отличием снайперскую школу в Подольске и ушла добровольцем на фронт. В апреле 1944-го сержант Шанина прибыла в 184-ю стрелковую дивизию, где был сформирован отдельный женский снайперский взвод. За время Великой Отечественной по различным источникам на ее счету было от 54 до более сотни убитых противников, в том числе 12 вражеских снайперов. Роза Шанина погибла 28 января 1945 года в бою вблизи имения Рихау в Германии. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 29 января в Сочи облачно, дождь, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем 9-10 градусов выше нуля, температура морской воды плюс 10. 29 января в Красной Поляне переменная облачность, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем 4-6 градусов выше нуля. Атаман кубанского казачьего войска покинул свой пост. Теперь главный казак Кубани будет руководить Всероссийским объединением. За 12 лет бессменного правления войско стало реальной силой, участвующей не только в охране правопорядка. На отчетный сбор приехали казаки со всего края. Посетил события и губернатор Краснодарского края. Даю символ атаманской власти своему первому заместителю, атамана кубанского казачьего. Вот так по старинной казачьей традиции сменилась целая эпоха. 12 лет кубанское казачье войско возглавлял Николай Дауда. И вот он отдал символ атаманской власти Буаву, своему первому заместителю. Теперь Дауда будет руководить всем российским казачеством. О значении новой организации на отчетном сборе говорит заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе. Казачество было, всегда и будет оставаться оплотом служения Отечеству. Никто никогда не изменит этого принципа. Президент, объединяя все войсковые сообщества, прежде всего, стоит одну из важных задач о том, что в самом деле это тот элемент национальной безопасности, который создает условия использования вас для того, чтобы не допустить кровопролития в той или иной точке. 4 ноября прошлого года Владимир Путин назначил на должность атамана Всероссийского казачьего общества именно нашего земляка. Кубанское войско всегда было на лидирующих позициях. Пережив фактическое уничтожение в советские годы, справившись с лихолетием 90-х, уже в начале 2000-х, оно принимает нынешний облик. За 12 лет удалось поднять статус казачества, добиться уважения у населения и стать реальной силой. Сегодня в регионе служат больше 55 тысяч реестровых казаков. В соцсетях там эти лодыри, которые сидят дома в теплых квартирах, когда казаки на улицах 100-х и размышляют там, надо ли нам казачьи трушины, умеют ли они это делать, знают они. Надо! Это наша земля! Это наш дом! И в нашем доме дошли мы наводить порядок. Мы сейчас значительно отличаемся далеко от тех казаков 90-х годов, как они были. Когда льют грязь на нас, посмотришь в телевизор, да его по обличию видно, что он не казачьего рода, что он тут случайный человек. И он рассуждает о том, как мы должны жить, какие нам обычаи свои соблюдать, что нам делать, что не делать. Не нравится? Вот вокзал, чемодан и вперед! Николай Дауда ручается лично за каждое из 557 первичных обществ, ведь все они были под его неустанным контролем. Сложно вспомнить районное собрание без войскового атамана, потому и уходить непросто. Дорогие братья казаки, тяжело уходить. Искренне говорю, тяжело уходить, но уходить надо. Надо сконцентрироваться теперь уже на задачах, которые ставит руководство страны. Еще раз благодарю вас, благодарю вас за все. Благодарю за то, что мы были рядом, за то, что вы меня понимали, за то, что вы меня поддерживали, за то, что вы меня избирали и первый раз, и второй раз. Я никогда этого не забуду. И находясь на новой должности, поверьте мне, я буду все делать для того, чтобы продвигать именно идею и идеологию российского казачества. Это уже в новейшей истории казаки официально вошли в систему правопорядка. Они стали вместе с полицией охранять спокойствие родных сел и городов. Ни одно крупное событие на территории Кубани не обходится без их участия. К 2020-му патрульных казаков уже больше полутора тысяч. На отчетном собрании губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня люди в традиционной форме и попахах вызывают все больше доверия у жителей края. Уважаемые господа атаманы, господа казаки, обращается ли к вам народ, жители нашего края, господин казак, помоги. Господин казак, наведи порядок. Господин казак. И люди должны ощущать спокойствие, потому что господа казаки не просто где-то, они среди людей, они в их повседневной жизни, они вокруг них, а люди своими господами казаками. Вот к чему мы идем, вот что нам нужно, вот это основная цель казачества. Теперь казаков можно увидеть не только в патрулях на улице. В каждой школе региона именно они охраняют спокойствие детей. Малыши и взрослые уже привыкли, что на посту настоящий защитник. Кроме того, под их наблюдением уже больше 2300 государственных и муниципальных учреждений. Казаки охраняют собственную столицу, собственные города, школы. Почему мы на это пошли? Это же не только потому, что казаков обеспечить работой. Ментальность, молодежи нужно менять. Если мальчишка или девчонка идет в школу, и ее или его встречает казак и несет охранную функцию, и выходит из школы мальчишка и девчонка и провожает казак, который продолжает нести охранную функцию, то в его понимании это уже тот казак, который охранял его и в детстве, и в юности. И сегодня мы должны продолжать темпы, чтобы все школы Кубани охраняли казаки. И детские сады Кубани охраняли казаки. И государственные учреждения от маленького поселения до краевой столицы охраняли казаки. Да и сами школы все чаще выбирают казачью систему воспитания. В регионе такой статус присвоен 60 образовательным организациям и 4,5 тысячам классов. В подобных школах большое внимание уделяется традиционным ценностям – изучению старинного быта. Это формирует у молодежи уважительное отношение к культуре родного края. Становится все больше кадетских корпусов. Казаки участвовали в ликвидации последствий страшного крымского наводнения, чрезвычайных происшествий в Туапсе, Хадыжинске и Ейске. Стали проводить военно-полевые сборы, тренируя навыки защиты родины. Губернатор Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурвачко за эти заслуги благодарят Атамана. Огромные слова благодарности Николаю Александровичу за то, что сегодня другое казачество, которое было и 20 лет назад, и 15, и даже 5. Другое казачество. Сделано много во всех направлениях. Но теперь нам нужно еще раз подчеркиваю, дожать на все 100%. А потом новые точки роста для себя выявить, создать и тоже опять рвануть. Рука об руку казачество и депутаты ЗСК разрабатывали такие нормативно-правовые акты, как закон о привлечении государственной и иной службе членов казачьих обществ кубанского казачьего войска в Коснодарском крае. Мнение казачества учитывалось при создании законов об основе регулирования земельных отношений, о патриотическом и духовно-нравственном воспитании. Уверен, Николай Александрович, как никто другой справится с возложенной на него задачей. Завершая свое выступление, хочу поздравить Николая Александровича от имени моих коллег-депутатов Законодательного собрания Края с назначением на высокую должность. Казачья экономика поддерживает собственный бюджет войска и пополняет региональный. Именно для этого по решению губернатора местные общества стали получать сельскохозяйственные земли. Сегодня кубанское войско стало единым, четко отлаженным механизмом. Это уже новая история казачества Кубани. Много исторических век, преемственность поколений, союз казачьей молодежи. Из всего этого складывается новая история казачества. На отчетный сбор со всего края приехало больше тысячи казаков. От руководителей первичных обществ до районных атаманов. На новую должность Николая Дауду проводили под громкое «Люба» и под новый гимн уже всероссийского казачьего общества. Сборная России по регби готовится в Сочи к первому матчу чемпионата Европы. Игроки нашей команды на базе «Югспорт» проводят кратковременный сбор. Первая игра в рамках чемпионата намечена на 1 февраля. Сборная России сыграет с Испанией. Матч по регби впервые пройдет на сочинском стадионе «Фишт». Наша съемочная группа сегодня наблюдала за тренировкой российских спортсменов. Здравствуйте! Привет! Как долетели? Сборная России по регби прилетела в Сочи в воскресенье. Спортсменов по русской традиции встречали хлебом с солью. Уже на следующий день команда провела свою первую тренировку. Сегодня спортсмены вновь вышли на поле центрального стадиона «Югспорт». На первой тренировке акцент был сделан на атакующие действия. Сегодня – на защиту. Игроки отрабатывали командное взаимодействие и связки. Перед кратковременным сбором в Сочи российские регбисты провели два товарищеских матча в ЮАР против команды «Шаркс», выступающей в суперрегби. Это один из сильнейших клубных чемпионатов в мире. У нас уже несколько лет не было такой возможности сыграть как раз такие товарищеские тест-матчи перед первой игрой чемпионата Европы. Поэтому в этот раз считаю, что это очень эффективно прошло. Это необходимо было совершить вот это нужное количество ошибок, чтобы сейчас уже с этим опытом и у тренера, скажу, там было бы понимание, кто сейчас находится в наилучшей форме с точки зрения выбора состава. Поэтому, да, очень эффективно. Сейчас сборная России готовится к своему первому матчу в рамках чемпионата Европы. Соперник принципиальный – сборная Испании. Обе команды с года в год ведут борьбу за медали чемпионата. Поэтому встреча станет одной из ключевых в распределении мест в турнирной таблице. Россия за последние восемь лет обыгрывала Испанию всего раз. Поэтому нам нужно это поменять. В этом чемпионате мы играем с командами нашего уровня. Физически мы готовы. Единственная наша проблема – это общекомандная скорость. И эта проблема не только сборной, а вообще российского регби. Над этим нужно поработать. С испанскими львами русские медведи будут играть на стадионе Фишт. Он впервые примет матч по регби. Сейчас там заканчивается установка 11-метровых ворот. Специалистам еще предстоит нанести на поле разметку. Фишт ожидает порядка 9 тысяч болельщиков. Знаю точно, что сотрудники Федерации регби России делают все. И будет отличное состояние стадиона. Конечно, для всех это и волнительно. И на самом деле это большая честь выступать на таком стадионе. Представлять свою страну. Думаю, что ребята по максимуму настроятся. И покажут самое большое мастерство. Матч «Россия-Испания» состоится в субботу 1 февраля. По прогнозу, в этот день дождь. Впрочем, это привычная погода для регбистов. Хотя осадки, конечно, внесут свои коррективы в тактику игры. И победит тот, кто лучше адаптируется к этим условиям, говорят сборной. Кроме России и Испании, в чемпионате Европы по регби участвуют Бельгия, Португалия, Румыния и действующий чемпион – Грузия. Россия на прошедшем первенстве Старого Света заняла четвертое место. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова